Здравствуйте, дорогие мои! У меня словно нимф над головой вот эта бандора, но в этом вся и прелесть. Мы будем такие сегодня естественные и внезапные. Сегодня мы поговорим о проекте, который будет 12 августа, и потом, я надеюсь, получится в городе Екатеринбурге. Это лабиринты Transaction Art. Что это за такое, какая у него история, я вам расскажу. Я стала собирать архивы, оказывается, я уже сделала 9 лабиринтов Transaction, это уже 9 лабиринт Transaction, но, как говорится, все по порядку. В моей жизни судьба подкидывает какие-то интересные такие минуты, и я этим-таки пользуюсь. А воспользовалась я вот чем. Когда я приехала в Екатеринбург спасать Россию, я уже начала тогда теплые остановки. И, в общем, я такая была вся бабка-активистка. И как-то каким-то образом я затесалась на параллельную программу Бейнале, вообще абсолютно в последний момент, не имея никакого организационного опыта, мероприятий там или всего прочего. Я принесла эскизы, и все будет классно, классно. У меня была очень классная площадка, кстати, я вам ссылки на архивы скидываю. И, собственно говоря, все было бы замечательно, если я была бы просто приглашенным художником, который пришел там, повесил стул на потолок, там что-то все расставил, да, и дальше принимал гостей. Но нет, мне нужно было в незнакомом городе испытать все радости первого сексуального опыта по организации ивент-события. Без денег, без бюджета, без связей, сжатые сроки, бог ты мой. Это было что-то, проект длилось 7 дней. И, кстати, это был единственный проект, у которого был платный вход. И таки да, таки да, таки да. Многие ребята говорили, как так, вот везде бесплатно, бесплатно. Ну, как бы я не знала, кто эти люди, потому что я тогда вообще никого не знала. И, в общем, я в итоге оказалась человеком-оркестром. Я должна была контролировать все на проекте. И это было какое-то, прям реально, это было больно, весело. И когда я вышла оттуда, я тоже везла билет в сторону Израиля и улетела первым же рейсом. Была очень крутая площадка, лофт 705 в Екатеринбурге. Это божественное здание, то есть там с огромными потолками. Ребята очень-очень классные, действительно мне тогда помогали. И что там было такого интересного, о чем стоит вспомянуть, вспомянуть, господи. Там было, на самом деле, несколько смешных историй, связанных с этой ситуацией. Первая, это я, значит, вся такая вот мохнатая, сонная, бегаю, лошусь. И вот, значит, я вся в гриме, вся в платье уже, вся в образе. И ходят фотографы, ищут. И говорят, здравствуйте. Говорят, здравствуйте, а вы Лени Смарагдову не видели? Я говорю, а что вы хотели? Говорят, ну, мы с ней договаривались о съемке. Я говорю, так это я, да, все хорошо, все в силе. То есть меня таки не признали. Это два разных человека, профессиональный образ и в жизни. В жизни я жуткая зануда, честно скажу. И такая малоподвижное существо. А вот, все думают, что я не шевелюсь, но я просто в режиме экономии физического тела. И был там еще такой момент, когда я просыпалась с утра, и я понимала, что у меня там не входит, например, восемь моделей. Или там шесть моделей, или пять моделей. И то есть мое утро, то есть площадка открывалась в двенадцать, а с утра я начинала заниматься поиском моделей, которые должны сто процентов выйти на проект. Это было весело. То есть проект в двенадцать и до последнего гостя. Это было где-то, по-моему, до восьми, до девяти вечера, где-то так. Я за это время занималась всем, встречала гостей, сопровождала, объясняла выставку, решала технические моменты, решала там все-все-все решаловая такая была, жуть была. И я за это время, ну то есть была такая напряженка, что с двенадцати до восьми я не ела, не пила, не ходила в туалет. То есть через семь дней я вышла таким скелетоном. И тогда у нас был Паша, он был барменом на проекте. И он говорит, Леня, что-то с вами уже не то. Идите отдыхайте, я говорю, ну добьем. В общем, был вот такой опыт. И, ну на самом деле, я не ожидала, что там мне даже дали помощницу от проекта. Но она просто однажды не вышла, ничего мне об этом не сказав, со словами, ну я ничего не должна. И, собственно говоря, она действительно мне была ничего не должна. Но это было очень-очень весело. И это был тот опыт, когда, ой, это было первое ивент-событие. И мы справились с тем результатом, безусловно, учитывая, что там было какие-то, ну такие вот моменты. То есть проходимость площадки не окупилась, скажем так, расходы. Но ребята пошли мне навстречу. То есть площадка очень классная, олигама, боже мой, если вы мне смотрите. Вы просто, я тогда на вас молилась, и я до сих пор вас помню. И тогда у нас были такие эксперименты, и задача была именно сделать такой, построить другой мир, другое измерение, куда человек, приходя с улицы, погружался, и он там оставался, как бы зависал во всю эту атмосферу. И, ну, ребята говорили, что удалось. Но это было действительно, тогда помогали все. Мне кажется, что просто было меня жаль. Вот, явилось до конца, все получилось. Следующий момент, тоже такой забавный, были вторые лабиринты Транзакшн-Арт. Это, если там было в рамках параллельной программы Бинале, то вторые лабиринты, они были в рамках ночи музеев. И тогда пришло 2000 человек через площадку. Но там вот такая проходимость очень хорошая. И был смешной случай после этого, если салют, кинотеатр салют, меня помни, да, и Сережа там. Вот, привет вам. Я ехала как-то в автобусе, то есть уже какое-то время пришло, там год, наверное, и слышу разговоры ребят за спиной. Они обсуждали как раз мой проект. Это вот девочка делала там с закрытыми лицами, вот они там все сидели, там что-то там это все с закрытыми лицами. Вот, и я поворачиваюсь, говорю, как интересно, я говорю, а вы знаете, что за художник делал? Он говорит, нет, я говорю, это я, это я. Ну, то есть вот искусство все-таки, оно оказывает какое-то влияние. Следующий лабиринт Транзакшн, это было, называется, смех коней и слезы. Они тоже были в салюте. И так получилось, что у нас отказал звук, и мы ничего не могли сделать, потому что все ушли, а все вот эти ключи и ответственность, она как бы, и те люди тоже ушли. И все шоу проходило в такой абсолютной тишине, то есть мне казалось, что я слышу дыхание и сердцебиение каждого. И, ну, мы отработали, вот тоже, да, сейчас показываю картинки, то есть были вот эти два этажа, заполненные людьми, и никто вообще не издал ни звука. И потом такие говорят, ну, классный у вас перформанс, необычный, что типа вот так задумано. Ну, то есть, не знаю, может быть, поддержали, может быть, действительно я художник-авангардист, может быть, что угодно. Вот, тоже получилось достаточно забавно. Еще один лабиринт-транзакшен у нас случился в рамках Московской, фу, Московской, Екатеринбургской недели моды. Тогда мы начали работать с дизайнером Тани Ершовой, и она как раз меня вот позвала быть таким креативным режиссером. И мы тогда делали шоу «Белка», то есть у меня на голове была «Белка». Мы делали такой интерактивный показ, и, в общем, «Белка» на следующий день проснулась такой знаменитой. Хотя изначально это должна была быть курица, но с курицей какие-то были сложности. В общем, в итоге было принято решение, «Белка была, курицы не было». То есть я искала курицу, нашла «Белку». Замечательный был проект, и он действительно такой внес кураж, такой, знаете, креатив. Когда фэшн — это не просто что-то такое, вот одежду показали, а что-то какое-то яркое, такое шоу. Извини, я получила тогда удовольствие. Там был тоже такой забавный случай. У нас, ну, я так аккуратно внедряю в каждый проект еврейскую тему, то есть она идёт очень так мельком, да. Не делаю на этом акцентом, но это всегда есть. И вот у нас скрипач должен играть грустные и весёлые еврейские мелодии, Аркаша, привет, дорогой. И, собственно говоря, организаторы спрашивают, говорят, а что без религиозных и вот это всё, никак не получится. Я говорю, ну, у меня обязательства перед еврейской диаспорой, но тут, как говорится, с этим не поспоришь. Ещё один был лабиринт транзакшн — это такая вот интересный проект. На самом деле тогда мы делали на Блюхера, это бывший клуб «Снег». Я была в Израиле тогда и там поменяли площадку, потом там были какие-то такие сложности с этими площадками. И мы всё-таки вот с ребятами договорились делать на Блюхера. И что там было новаторство? То есть каждый вот лабиринт транзакшн он вносил в какой-то вклад или в мой личный опыт. Кстати, всё было сделано без бюджета от слова совсем. И было очень много таких моментов, в которых у нас не было репетиций. Вообще не было. То есть, как правило, все участники проекта собирались вот накануне. Вот у нас в 6 часов начало, значит, они приехали в 5. И тебе нужно быстро это всё прогнать на таком адреналине. И ты не можешь это изменить, потому что люди работают бесплатно, они тебе ничего не должны. И ещё тогда, вот говорю, была собрана какая-то конкретная команда ребят, которые постоянно с нами работали. А остальные ребята, ну, ты не можешь всех заменить, да. То есть всё равно это постоянно вот с моделями, там, с какими-то задачами, которые нужно решать. Но что самое интересное, вот именно в этих лабиринтах Transaction, которые мы делали на Блюхера, первый раз я ввела в такой микс моделей, моделей с коммерческой внешностью и некоммерческой внешностью, то есть инклюзивность. И задача была не заниматься вот этой вот, как сказать, господи, спекуляцией на медицинских показателей, потому что если достать любого человека, у него достаточно много, я думаю, что люди болеют сифилисом, да, ну и этим тоже, то есть и гриппом, аллергиями, там, у кого-то с кожей какие-то дефекты, у кого-то там ещё что-то. Ну, то есть и люди на этом не спекулируют, они, наоборот, это как-то стараются показывать свои сильные стороны. И здесь была задача именно не на спекуляции, как это вот модно делать, а именно собрать команду ребят, которые профессионалы и которые раскроют тему лабиринтов Transaction. Это абсолютно другой акцент на восприятии, что не по медицине мы сейчас выстраиваем проект, а есть специалисты в разных сферах, которые должны органично вписаться во всё происходящее. И мы тогда вот первый раз ввели ребят, да, фонд помог, Вера, по-моему, девочка, могу ошибиться, но, по-моему, это была Вера. Вера, если ты помнишь меня, то... Кстати, наша соведущая так и не пришла. И тогда вот у нас были замечательные девочки, то есть всё вышло очень органично, никто даже не понял, что они чем-то отличаются от других, только после того, как выехали уже все, в конце вышли на проходку. Сложно было сдвинуть эту тему. Люди боялись. Я обращалась к различным ребятам, я обращалась в различные фонды тогда, чтобы привлечь этих ребят, пригласить их участвовать в проекте. Люди боялись стереотипов, люди боялись осуждения, люди боялись, 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 боялись. А тут мне просто очень повезло, я позвонила девочке из администрации, она говорит, слушай, ты не к тем людям ходишь, сейчас я познакомлю с ребятами, которые как раз занимаются социализацией, реабилитацией и всем прочим. И, кстати, вот две наших участницы на этом проекте были замужем, а мы, организаторы, никто не был замужем в этот момент. То есть, понимаете, я про то, что здоровье, оно не мешает, оно как бы никак не сказывается на качестве жизни. Ну, в смысле, понимаете, да, на социализации, на адаптации и всё прочего. И тогда вот именно за счёт того, что вот этого смешения органичного модели разных типажей, всё получилось. И тогда, после этого проекта, хотя мне тогда профессионалы ругали, говорит, Леня, но ты же понимала, что у тебя там косяки очень серьёзные в организации. Я говорила, понимала, но мне важно было провести этот проект до конца, до логического финала, потому что я знала, какую задачу этот проект должен решать. Именно развитие толерантности, ценности человеческой жизни и объединение людей, в принципе, объединение где точка, да, не по медицинским карточкам. Мы же не ходим там, Дрести, по сайте, шо это, ну, то есть, понимаете, при что. И это получилось, потому что после этого проекта пошла мода просто, такая, знаете, вот стихийность. То есть, вся интеллигенция активная города стала делать какие-то проекты, посвящённые как раз, которые давали возможность привлекать ребят с инклюзивностью и с непомерческой внешностью где-то, чтобы эти проекты реализовывать. То есть, мы дали такой толчок, мы сломали вот этот лёд, да, каких-то страхов, каких-то боязни ребят, хочу бояться, да. Все мы люди, все мы человеки. И, собственно говоря, для этого я и его довела до логического финала. У нас после этого мы больше, команда у нас распалась, мы больше с этими людьми, ну, как бы с командой с этой не работали. Но хотя вот кто знает, мир он такой. И сейчас, собственно говоря, пришло, наверное, два... А, господи, я ещё забыла. И ещё один лабиринт и транзакшн тоже были, когда я переехала... А, и, кстати, забыла сказать, что благодаря вот этому проекту по инклюзивности, смешению моделей с различной внешностью коммерческой, некоммерческой, да, и инклюзивности, у меня тогда родилась идея и история особенно красоты. Но, как показало время, и что задача этого проекта была просто перенести меня в Москву, иначе я бы сюда в жизни бы не переехала, потому что я всегда говорила, нет, я не работаю там с рабами и Москвой, да. То есть у меня был какой-то такой вот стереотип. На самом деле это просто был стереотип, опять же, с чужого опыта ребят, которые уехали в 90-х из России. Вот, оказался очень милый город. Как мне постоянно звонили, спрашивали, ну, они будут пытаться тебя убить. Я говорю, даже никто и не спрашивает. Говорю, даже вот... Ну, в общем, вот такие какие-то стереотипы были. То есть всё-всё. Вот задача этого проекта, как показало время, именно была вот эта. В городе Москва мы поиграли в дизайнеров, сделав ещё один лабиринт-транзакшен. Это было, по-моему, название в катакомбе. Это на Арбате мы делали с Леной Левиной. Интрига была здесь в чём? То есть есть картина, и фотография картины как раз у тебя на футболке. Была очень классная итальянская ткань. Ну, понимаете, с розницей работать намного специфичнее, чем делать оптовые продажи, потому что на рознице, пока у тебя ещё нет вот этой вот аудитории постоянной, которая будет покупать твои трусы, носки, майки, футболки, ручки, карандаши, то это немножко специфично заниматься розницей. Ну, таки получилось. Таки, да, таки продала. Вот у меня ребята иногда там показывают, чтобы меня там, о, смотри, мы носим твои футболки с твоими работами. То есть это был вот именно такой опыт розничной торговли и дизайна, и искусство, как эта картина на стене, искусство на груди. Вот, в общем, тоже в это поиграли. И сейчас мы вместе с Яной готовим уже лабиринты транзакшн. Это будет 12 августа. Здесь у нас будет уже более такое серьёзная Яна, профессиональная актриса, она со-куратор и поэтесса. Мы решили создать такой снова сюрреалистический мир, где тоже будет еврейский мальчик. Боже мой, я так нервничаю по поводу еврейского мальчика-скрипача. Я поняла, что его легко найти в Израиле, его легко найти в Екатеринбурге. Мне кажется, что в любой стране было бы его, кроме города Москва с 20 миллионами населения. Но я позвонила Вадиму и сказала, Вадим, если ты не найдёшь мне мальчика-скрипача, ну, потому что я была уже в отчае, две недели поисков, такой-то ужас, то ты учишь уроки на Ютюбе и, в общем, идёшь к нам 12-го выступать. Это будут замечательные лабиринты транзакшн, потому что здесь идёт именно смешение фэшн. Нас поддержал журнал «Крестьянка» с нашим любимым Владом Вадимом. Владислав, господи, что у меня сегодня с именами? Собственно говоря, ребята будут представлять дизайнеров одежды. Мы будем именно арт-шоу делать. Такое смешение, немножко спойлер делаю. В общем, приходить у нас там будет очень интересно. Это была краткая история лабиринтов транзакшн, и мы с Тёмой хотим сделать ещё в городе Екатеринбурге этой осенью. То есть я сейчас подружилась с театралами, и на самом деле я поняла, что мне действительно интересно заниматься не столько выставочной деятельностью, если она, конечно, не приносит конкретные продажи. Мне интересно создавать именно объединение различных видов искусства, создавать вот этот сюрлистический мир, которого нету в реальности, создавать другую реальность на короткий период времени. И, собственно, чтобы туда все шли, потому что это намного интереснее, чем просто прийти посмотреть картины или просто встретиться с кем-то. Это такое, вы знаете, манящее, манящее. В общем, ждём вас 12 августа в 20 часов в галерее Бедлаб. С вами была Алина Смарагтова, и рубрика «Сделано на коленках». Краткая история лабиринтов транзакшн закончена. Я вас люблю.